Центробанка Федеральная налоговая служба Да еще и по пропускам Они что-то новое придумали Раньше было просто для служебных машин Припарковаться можно, я думаю, вот в этом самом месте Неглинный дом 21 Дание Федеральной налоговой службы Знаки противоречат парковке Парковаться здесь можно каким угодно способом Можно параллельно проезжей части Можно перпендикулярно проезжей части Но на самом деле такого быть не должно Днем здесь припарковаться невозможно В будний день выходит парковщик В форме какой-то специальной И разгоняет все транспортные средства Устанавливает столбики, конусы и так далее Насколько законна установка столбиков на проезжей части? На проезжей части установка колышков и столбиков, конусов Вообще ни в каком виде незаконна Даже если территория арендована этим ведомством Потому что проезжая часть является территорией города И для водителей есть только знаки дорожного движения Есть только регулировщики, которые могут устанавливать конус Но ни в коем случае никакие парковщики Накануне выбрав Московскую городскую думу Господин Платонов объявил, что отказывается от ведомственной парковки Но отказался он только от парковки на улице Петров. В Рахмановском переулке он парковку себе оставил. Что говорит нам? Ноги незаконные. И о чем говорят нам вот эти ограничители парковки. Парковка здесь должна быть разрешена для всех. Никаких, никаких тяжелых столбиков здесь быть вообще не должно. Вадим, какое наказание для юрлица за подобные ухищрения? До 200 тысяч штрафа для юридических лиц. Интересно, каким образом человек с ограниченными возможностями сможет передвигать вот эти чугунные ограждения после здания Московской городской думы, если вдруг захочет припарковаться здесь. Это для кого квест? Для инвалидов? Дорогие друзья, и вот еще одно место. Здесь, в центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Петровка, дом 3. Федеральное агентство морского и речного транспорта имеет себе здесь несколько парковочных мест. 5 бесплатных парковочных мест, о чем нам говорит незаконная табличка. Ну, сегодня, кстати, выходной день, и никто из охраны не выходит. Наверное, корабли будут парковать? Бесплатная ведущая парковка возле Министерства транспорта Российской Федерации. Здесь сейчас нам будут препятствовать. Вы пока сидите, я попробую припарковаться. Осторожнее, пожалуйста. Абсолютно незаконное ограждение. Владимир Коровин делает то, что привык делать. Он наводит в порядок. Устраняет препятствия на дороге. И спокойно паркуется, поскольку это не запрещено знаками. Надо быстрее, пока не вышла охрана. А вот охрана. Вот охрана. Давай быстрее паркуемся, быстрее. Сейчас пообщаемся. Один, второй, отлично. Снимайте, пониже. Снимай. Не, не, можешь снимать. Здрасте. Что такое? Да нельзя. Почему? С транспорта машина. И что же? Я уже понял, кто вы. Так. Не Коровин фамилий. Ну нет, что вы, что вы. Ну, слышали. Здесь Министерство транспорта. Вот здесь Министерство транспорта. А это? Парковка. Это город? Это относится к парковке. Ну, я припарковался. Не знаю, парень, нечего, ей-богу. Ну как вот детский сад? Почему, почему? Объясните, можно? Чем регламентируется запрет ваш на парковку в этом месте? Что-то в этом месте. Не будете. Значит, уже можно парковаться? Нет, мы просто делаем мануал для обычных людей, для обычных граждан, что можно оттянуть эту цепочку и припарковаться. Требования охранников можно проигнорировать. Давайте лучше сделаем так. Так, вы приходите в будний день с административным департаментом разговаривать. Нам разговаривать нечем. Мы просто паркуемся и все. Зачем нам разговаривать? Мы просто отстегиваемся. Ну, просто я не понимаю, зачем это? Сад, по-саду. Ну, Вадим, это слава. Тебя узнали и теперь ты не сможешь парковаться? Нет, они не проинформированы. Видимо, я у них в виде портрета. У нас уже давно здесь узнают. Господин Алексеевич, что такое? Объясните нам, пожалуйста. Свеженькая, новенькая табличка. Как развернута она не очень правильно. Ну да. Это, очевидно, какой-то гражданский протест людей, которые здесь паркуются по выходным дням. Да, видим протестные реакции людей. А что за разметка на асфальте непонятная, с госномерами указанными? Разметка на асфальте, здесь правонарушители оставили свои координаты, собственно говоря, номер автомобиля, того, кто здесь паркует. Сейчас в выходной день припарковано автомобиль обычного, гражданского лица, но так, вот, если вы припарковали... И не один номер, смотри, там еще, еще есть. Если вы попробуете здесь припарковаться, вам чиновник выйдет и объяснит, что здесь мое место. Видите, на асфальте написано, мое место. То есть в будние дни здесь невозможно припарковаться. Здесь стоят колышки, ограничители, столбики с цепочками, все что угодно, но вам припарковаться здесь не дадут. Но ведь колышек в этом месте, это тот же самый штраф для юрлица 200 тысяч. Как же они так рискуют? Дело в том, что это федеральная служба судебных приставов. Если даже, ну, сложно себе представить, что суд обложит штрафом федеральную службу судебных приставов. Они просто к себе не пойдут. А кто будет исполнять? Отлично. Оказывается, эта штука называется парковник. Мы никогда не знали. А вот это, обратите внимание, вот этот стикер есть, задокументированное правонарушение. Парковник с индивидуальным номером. Ну, и по этому номеру можно выяснить, кто... То есть это узаконенное правонарушение? Задокументированное. Где? Что, есть место? Вот, я сказал вам, да. Ну, как... Ну, давай, давай. Аккуратнее, аккуратнее. Не очень законно. Слушай, а по этот самый... Пешеходный переход? Пешеходный переход, ничего? Хорошо, ладно. Сколько денег? Сколько с меня? Давай, дарамоних, давай. Давай, давай. Как дела? Спасибо. Сколько долго будет, да? Да, долго. Какие здесь расценки? У нас 300 рублей без ограничений. 300 рублей без ограничений? Сколько ходить? Ничего себе! Слушай, а что так дорого-то? Двести, все. Двести, если двести, двести. Двести можно, да? Давай. Слушай, уважаемый, как вас зовут? Имя как? Имя-то как ваше? Да. Почему? И что, почему? Что, уже деньги наберет, все? Когда мы в прошлый раз с вами, все, пойдем поговорим. Как вас зовут? Как? Рустам. Смотрите, Рустам. Вот вы предлагали нам один раз подъехать под кирпич. А второй раз вы нас припарковали на землю вообще. Рустам, вы провоцируете нарушение правил дорожного движения. Вы понимаете? Разве вас полиция не предупредила, что здесь больше не появляться? Что же вы здесь делаете? Мы убираем здесь. Убираем. А, убираем, подметаем. А, мы убираем, и все. Мало ли, деньги валяются, мы их подбираем. Ну, 300 рублей, в принципе, с машины, да. Все, Рустам уходит. Продолжение следует...